В морозный период не умолкали разговоры о несоответствии температурного режима в помещениях. В школах не учились, в администрацию поступали заявления от жителей с просьбой вернуть деньги за некачественно оказанные услуги. Выясняя причины, работала специальная комиссия. Поэтому самый значимый проект для города в этом году строительство модульных котельных и замена всех теплотрасс. Для администрации города, я думаю для всего города наиболее значимый проект это завершение третьего этапа программы изменения схемы теплоснабжения первого теплового района. Это конечно же строительство котельных с заменой всех теплотрасс. Уже неоднократно говорилось о том, что 214 миллионов рублей оценивается этот проект и первые средства 38 миллионов рублей, которые как раз должны пойти на реализацию мероприятий по замене всех сетей в первом микрорайоне на улице Южная в микрорайоне Молодежном находятся на счету администрации города. Уже выделены участки, на которых будут построены котельные и сейчас, скажем, остались уже завершающие такие шаги окончательно получить проект, который заказан в проектной организации в городе Тамбове. Тамбовщина вступила в программу продовольственной безопасности страны. В рамках данного проекта в нашем городе работает маслозавод-элеватор, будет запущен хлебозавод и не только. Кроме того, в рамках данного проекта на территории близлежащих районов, в том числе на территорию Варенского района, планируется построить ряд объектов. Это молочная ферма в Суворово, птицекомбинат в Инжавино, порядка двух с половиной тысяч работников. У нас на территории города рассматривается вопрос о строительстве элеватора с последующей переработкой той продукции, которая будет туда попадать. Ну и, скажем, ряд мелких проектов, которые они, в общем-то, в рамках этой программы, но уже не на федеральном уровне. Это мы планируем внести предложение о вступлении городских поселений, которые имеют довольно-таки высокую долю жителей, проживающих в частных домах, по получению субсидий на разведение домашней птицы и скота. То, что сейчас делается в сельских районах, развитие личного подворья. Кроме того, мы приступаем к оформлению участков в этом году, бывших дач наших, для того, чтобы впоследствии сформировать участки, дать возможность тем жителям, которые желают выкупить их. Соответственно, это повлечет за собой восстановление инфраструктуры, патрулирование милицейских, скажем, патрулей, для того, чтобы не было какого-то разграбления. Помощь из федерального бюджета, добавил глава города, поможет Тамбовщине восстановиться и, как когда-то, стать продовольственным центром. Представители средств массовой информации интересовались, какие меры принимаются в плане стабилизации цен на основные продукты питания. Еженедельно в понедельник отдел экономики мне представляет анализ по всем торговым точкам и по всем продуктам питания, которые у нас на территории города продаются. Но наша задача, чтобы цены были стабильные и, если предприниматели или какие-то сетевые магазины сами не справляются с ценовой политикой, естественно, администрация города, защищая интересы населения, вступает в этот процесс. Я для себя взял ради интереса. За прошедшую только неделю в результате проделанных мероприятий нам удалось понизить цену на говядину на 6 рублей, на свинину на 5 рублей, на сливочное масло почти 3 рубля, на яблоки почти 3 рубля 60 копеек, лук репчатый и молоко питьевое. Мы привлекаем предпринимателей, проводим анализ по всем городам, то есть вот есть такая линеечка, и мне дают, допустим, анализ лук репчатый, цена в Уварово и во всех других городах. И если так получается, что у нас цена высокая, то есть я даю задание связываться с администрацией этих городов, выезжать на место, выяснять, какие производители, и что в дальнейшем связывалось нас в отдел экономики с производителями и переключал их уже на наших продавцов. Мэр призывает жителей доводить информацию о всплеске цен в отдел экономики, администрация города будет контролировать эту ситуацию. Не раз Уварова выигрывал в областном конкурсе по благоустройству. Город победил и в этом году. Представители СМИ узнавали, на какие нужды будут направлены средства. Один миллион рублей будет направлен на мемориал, хотя, конечно же, вот у нас нужно полностью приводить в соответствие парк от революции, где пушки стоят, и территорию фонтана первого микрорайона. Но, сами понимаете, сейчас нужно довести до конца те работы, которые были начаты. Это и восстановление плит с именами погибших, это и продолжение дорожки, которая идет уже к танку, в проекте строительства фонтана. Хочу сказать, что на сегодняшний день проведена огромная работа среди учреждений образований по поиску наших земляков, кто имеет какое-либо финансовое состояние стабильное, кто занимает определенную должность, уже не являясь жителем нашего города, разосланы письма. Наши отделы созваниваются с данными людьми, ну и предлагают оказать посильную помощь в восстановлении нашего мемориала, которая, в общем-то, является на сегодня гордостью нашего города. Журналисты спрашивали и о том, получится ли в этом году отремонтировать стадион «Химик». Ведь кроме ухоженного футбольного поля и катка, пока похвастаться нечем. Нас включили в инвестиционную программу, и мы вошли в программу «Футбольные поля России». Планируется 6,2 миллиона рублей в этом году реализовать на реконструкции стадиона. Наша задача эту сумму увеличить в 2012 году, потому что сумма вроде 6,2 большая, но если исходить так, куда она может пойти, на что, на замену пластиковых кресел, которые вместо сломанных скамеек должны пойти, или же на проведение ремонта, то есть она оказывается не такой большой. Поэтому задача, конечно, и подготовить поле уже нормальное, чтобы было всесезонное, и с этого года будем привлекать спортивную общественность, молодежный парламент для восстановления теннисного корта. Тема работы такси за последнее время у многих на устах. Несанкционированные стоянки, отсутствие предрейсового медосмотра, порядок выдачи чеков и многое другое. В администрацию города поступали многочисленные жалобы от предпринимателей и жителей. За наведение порядка в этой сфере взялись несколько месяцев назад. Для этого были задействованы все службы. Сегодня есть четко обозначенные места, дислокации в схеме знаков дорожного движения. Тех мест, где должны стоять водители такси. Мы готовы рассматривать новые места по заявлению данных владельцев. Вот уже март, на сегодняшний момент, кроме двух, наверное, или трех предпринимателей, заявлений ни от кого не было. Нас беспокоят в большей степени два момента. Первое, то, что таксисты хаотично стоят на территории города, и это, естественно, создает предпосылки для аварийных ситуаций. Кроме того, нас беспокоит факт, что люди не проходят обязательный ежедневный медицинский осмотр, который бы определял, употребляет человек наркотики, употребляет ли алкоголь. В рамках данных мероприятий выяснилось, что практически у каждого водителя есть штампик медицинского учреждения, подпись медицинской сестры, то есть вроде бы все нормально. Но официальный ответ от центральной районной больницы указывает, что сегодня ни одна организация не имеет такого договора. Нужно добавить, на сегодня зарегистрировались еще три компании. Также автопарки заключили договоры с ЦРБ о прохождении ежедневных медосмотров. Все эти мероприятия направлены на безопасность дорожного движения и пассажиров. Через пару дней состоятся выборы в областную думу. Представители СМИ спрашивали, какое значение это событие будет иметь для нашего города. Представящие выборы в областную думу имеют огромное значение не только для нашего города, а для нашего района. Потому что в данных выборах у нас единый округ. И те депутаты, которые будут избраны в областную думу, они будут защищать интересы муниципальных образований не только города, но и района. Ну и соответственно жители, которые проживают в городе и районе. Поэтому для нас очень важно, какие проекты будут защищаться и кто будет голосовать за отстаивание наших интересов. Кроме того, журналистам было интересно узнать о дальнейшей реализации программы «Молодежи. Доступное жилье», создании добровольных народных дружин в городе и многое другое. Светлана Даровских, Вадим Полосмин, Александр Трегубов. Наш город.